Ребят, всем привет от рабочей молодежи. В сегодняшнем видео продолжаю обустраивать свою мастерскую, а также расскажу о новых приобретениях для мини-производства. Если такой формат, а также эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Начинаю! Воздушная разводка Предлагаю начать с воздушной разводки, а именно с вот такого вот сотого шланга. Необходим он для того, чтобы соединить рейсмус, который, кстати, заказан с вытяжной системой, и сделать это вот через потолок. Но есть одна загвоздка, о которой сейчас расскажу. На вытяжной системе стоит двойной патрубок, и если работать с одним инструментом, то второй вход можно заглушить. Но если стационарно подключить два типа оборудования, то сила всасывания в два раза уменьшается. Но чтобы такого не происходило, хочу изготовить мобильные заглушки, которые будут закрывать тот или иной вход в зависимости от того инструмента, которым мы сейчас работаем. Специально для такой задачи в строительном магазине приобрел две канализационные муфты под 110 трубу. Они-то мне и пригодятся для изготовления заглушки. Также вот такие клипсы послужат для крепления воздушного шланга к потолку. Кстати, что касается самого шланга, за 10 метров которого я отдал чуть более 5000 рублей. В этом деле я новичок, поэтому решил немного переплатить за фирму, но вполне реально взять и подешевле. На первый взгляд, со стандартным джетовским они сильно отличаются. Но этот я уже испытал, и вроде никаких проблем нет. И да, я знаю, что многие для экономии используют канализационную трубу, но в моем случае экономия была бы не такой существенной, а вот соединительных элементов было бы достаточно, что автоматически увеличило бы риски целостности системы. Думаю, хватит предыстории и давайте наконец займемся делом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, ребят, из остатков 12 фанеры напилил 4 одинаковых квадрата размерами 15 на 15 сантиметров. Распилил соединительную муфту пополам и по ее контуру сделал отверстие. После чего все тщательно зашлифовал и приступаем к дальнейшим работам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, на данный момент получились вот такие 4 детали. Подобную операцию можно выполнять не только при помощи термопистолета, но также и герметика. Просто мне с пистолетом немного удобнее. Сейчас приступаю непосредственно к изготовлению самой заслонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, две детали при помощи рейчки, клей и шпилек мы соединили. Также склеили и подготовили саму заслонку. Она уже полностью высохла и осталась, по большому счету, финишная прямая. Сделаем отверстие для пылеудаления, а также отверстие для удобного использования. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, заглушечки получились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И самое время их установить на место. Ну и тут не всё так просто. Наружный диаметр этого патрубка 100 миллиметров, а муфта канализационная рассчитана на трубу 110 миллиметров. Поэтому происходит вот такая болтанка. Съездил в несколько сантехнических магазинов, но ничего специализированного не нашёл. Взял на глаз вот такую резиновую проставку. Целиком она хоть и налазит, но всё равно большевато для нашей муфты. Поэтому необходимо немного поработать руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, эти резиночки немного помогли, но всё равно было недостаточно, чтобы вся эта заглушка держалась монолитно и неподвижно. Пришлось посадить на термопистолет. Сейчас всё как единое целое. Собственно, как я и хотел. Вставляю заглушки и смотрим, как работает система. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, я немного перестарался со шлифовкой, и сама заглушка не так плотно держится внутри этой муфты. Поэтому сделаем вот так. Вот. И красота. Аналогичная здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну я более чем доволен. Система рабочая и практически нигде не сифонит, за исключением небольших вот этих вот щелочек. Но это совсем незначительно. Когда закрываешь один патрубок, поток воздуха со второго значительно увеличивается. И это сразу же заметно. А ещё меня порадовало, что шланг в муфту подсоединяется без всяких хомутов и держится идеально. Сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, мне пока всё нравится, поэтому предлагаю приступить к установке вот этого шланга, к стене, к потолку и выводу вот сюда. Поехали. Кстати, ребят, забыл упомянуть, что идея конструктива такой заглушки это не моя. Просто нашёл в интернете, понравилось, не стал ничего придумывать и повторил. И так, ребят, получилось. А вот как-то так. И давайте сразу же посмотрим, как это работает на практике. Запускаем шайтан машину. Здесь у нас закрыто, здесь открыто. Нигде не тифонит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я всем доволен. Специально оставил здесь чуть подлиннее, потому как, по-первых, рейсмус будет располагаться на верстаке. Я уже потом сделаю специальную тумбочку к нему и буду здесь стационарно зацеплять. Ну что, ребят, вот такой сегодняшний влог у меня получился. Возможно, эта информация будет кому-то полезной или даже интересной. Чуть позже испытаем вытяжную систему совместно с рейсмусом и фуганками. Уже на основе этого будем делать какие-то выводы. Ну а на сегодня у меня всё. Если нравится, жмякай палец вверх, не забудь подписаться и, как обычно, не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!